Анатолий Геннадьевич, Вы только что вернулись с Сочинского международного экономического форума. Расскажите, пожалуйста, какая обстановка там царила, что говорили в колуарах, какие настроения у людей? В Сочи тепло было, солнечно, иногда дождь накрапывал. Примерно такое настроение. С одной стороны, вполне уверенная публика в себе и вполне понимающая, что те трудности, которые испытывает экономика, либо их бизнесы, они вполне временные, могут быть преодолены. Но при этом, в то же время, некоторые события омрачали ситуацию, в том числе события вокруг Тонарова Аэра, то ли банкротство, то ли оздоровление этой компании, ну и ряд других сообщений, которые поступали и по ситуации на нефтяных рынках, да и внешняя политика, связанная с событиями в Сирии, переговоры нормандской четверки даже за этим бизнесмены. Следили. То есть все это оказывает какое-то прямое или косвенное влияние на экономическую политику. В общем, была такая вполне деловая, работоспособная атмосфера. Я бы так сказал, что особенно не развлекались. Сейчас Сочи вроде такой центр развлекательный, и там большая была развлекательная программа, но народ в основном занимался делами. В одном из своих интервью вы говорили о том, что для устойчивого роста экономики необходим рост ВВП ежегодный 6-7%. И для обеспечения такого роста нужно продвижение крупных инфраструктурных проектов. Прозвучала ли эта тема в Сочи, и если да, как она была развернута? Ну, знаете, мы отстаем от ведущих стран, и для того, чтобы даже приближаться как-то хотя бы чуть-чуть к ведущим странам, нам нужно иметь рост действительно 6-7%. Ну, скажем, ВВП США больше, ну, или около 20 триллионов долларов. ВВП России полтора триллиона долларов. Соответственно, 2% роста, который сегодня имеет Соединенные Штаты, это около 400 миллиардов долларов. Вот нам надо бы, каким бы хотя бы темпом расти. Ну, и как раз эти вот 400 миллиардов долларов, они как выливаются в эти 6-7% экономического роста США. 6-7%, которые нам необходимы. Но даже дело не в этом. Мы имеем очень изношенные основные фонды в некоторых сферах, в некоторых отраслях до 70%. И все это необходимо обновлять для того, чтобы выйти на определенный качественный уровень развития. Поэтому нужны очень большие инвестиции. И они у нас, к сожалению, в последние годы все время растут с отрицательным знаком. Поэтому важно найти ресурсы для того, чтобы наращивать эти инвестиции. Минфин говорит, денег нет. Надо хотя бы профинансировать основные социальные программы. Да и для них не хватает средств. Собираются индексировать пенсии в следующем году только на 4%. Если там какие-то ресурсы найдутся, то, может быть, еще раз будет индексация. Либо используют так называемые пенсионные накопления, заберут их у негосударственных пенсионных фондов и направят на дополнительную индексацию. Но все время это невозможно будет делать. Либо тогда надо прямо сказать честно, что никаких не государственных пенсионных фондов, никаких пенсионных накоплений. Все, что люди перечисляют на пенсионный фонд, на пенсионные цели, все должно уходить на выплату пенсии на индексацию. Но с учетом того, что число граждан пенсионного возраста постоянно увеличивается, и оно уже фактически сравнялось с числом трудоспособного населения, вот при такой экономике нам все труднее и труднее будет содержать и пенсионеров. А при этом надо еще и заводы развивать, предприятия развивать, модернизацию проводить, дороги строить, порты и так далее. Поэтому необходимо менять модель экономического развития. Модель изменения, модель экономического развития, в общем-то, простая. Есть крупнейшие, скажем так, локомотивные проекты, есть малый и средний бизнес. Локомотивный проект – это крупный бизнес в основном, малый и средний бизнес, понятно, небольшие предприятия. Вот по локомотивным проектам надо определиться и найти источники финансирования. Их негде взять, если так вот по-классически подходить. Зарубежные рынки закрыты, в бюджете денег нет, как говорит Минфин. У институтов развития тоже сейчас денег нет, хотя они отобрали массу проектов, которые можно было бы профинансировать. И мы считаем, некоторые эксперты, что эти деньги должны дать центральный банк. Он должен выкупить облигации внешне экономического банка, например, и таким образом обеспечить финансовые проекты, которые внешне экономического банка отобрал. Как только профинансируют эти проекты, они станут локомотивами. Они начнут предъявлять спрос на продукцию, строительную, металлургическую и так далее. И этот спрос разбудит всю экономику. Параллельно малый и средний бизнес сейчас выделено в общей сложности по разным направлениям финансирования экономики около 150 миллиардов рублей, копейки. Малый и средний бизнес должен стать локомотивом диверсификации экономики. Слово диверсификация, на мой взгляд, имеет синоним, словосочетание малый и средний бизнес. Какие у него проблемы? Главная проблема – это доступ к финансовым ресурсам. Значит, не 150 миллиардов, а триллион должен быть направлен, но опять же через институт развития. Какой институт развития? Прежде всего, корпорация развития малого и среднего бизнеса. Конечно, не сразу, постепенно, поэтапно, по мере освоения выделенных средств, при жесточайшем контроле за финансовыми потоками. Они должны использоваться по целевому назначению. Не уходить на валютный рынок, не давить на инфляцию. В общем-то, здесь должна быть миссия Центрального банка очень важная и жесткая. Продолжая тему Сочи, состоялся на форуме деловой завтрак Сбербанка, на котором Герман Греф предрек возможный отзыв лицензии как у небольших, так и у крупных банков в предстоящем году. И буквально через день агентство страхования вкладов обратилось в Центробанк за поддержку в виде 40 миллиардов рублей. Эти два информационных сообщения каким-то образом связаны между собой? И чего ожидать вкладчикам банков? Ну, отзывы идут. И эти отзывы лицензии связаны с тем, что Центробанк, с одной стороны, ужесточил свои подходы к деятельности кредитных организаций. Он жестко пресекает сомнительные операции, незаконные операции, которые связаны с отмыванием капитала, полученных преступным путем, с обналичкой денежных средств, с криминальным всяким оборотом. И это мы полностью поддерживаем. И сейчас число таких кредитных организаций становится все меньше и меньше. Ну и другая причина – это неэффективная политика менеджмента банков, которые конструировали крупные кредитные риски. Ну и, соответственно, сейчас, когда наступил кризис в экономике, они не могут… эти риски вылезают. Скелеты вылезают, они не могут отбить деньги, вложенные в разные бизнес-проекты, неэффективно отобранные. Как правило, эти проекты связаны с собственностью или с проектами собственников банков. И если у бизнеса, который ведет собственник банка, возникает проблема, значит, возникает проблема и у банка, поскольку он не может вернуть вложенные в него деньги. Ну и в этих случаях просто вынужден отзывать лицензию, потому что кредитная организация не выполняет свою миссию, не выдает деньги клиентам, не проводит расчеты, платежи и так далее. Этот процесс будет продолжаться, к сожалению. Этот процесс я называю самоочищение системы. И здесь ничего такого грандиозного Герман Оскарович не сказал, он просто подтвердил то, что происходит на рынке. Что касается 40 миллиардов рублей, которые агентство по страхованию вкладов запросило в ЦБ, мы приняли закон в прошлом году, в соответствии с которым агентство может получить кредит в ЦБ для того, чтобы выполнить обязательства перед платчиками. Сейчас у него, видимо, в фонде не хватает денег для выплат вкладчикам, и, соответственно, он попросил деньги в Центральном банке. Это нормальная процедура. Первое, что надо сказать, что у вкладчиков не возникнет проблем. Те, кто имеет вклады до 1 400 000, они обязательно получат свои деньги, независимо от любых обстоятельств. Но те, кто имел вклады выше, 1 400 000, они, конечно, должны ждать уже формирования конкурсной массы, реализации этой конкурсной массы, сбора денег от реализации активов, и после этого только наступит их черед. Но они все равно находятся в первую очередь, они имеют преимущество, и многие из них получают свои средства. Причем, я думаю, что будущие платежи банков, которые они ежеквартально осуществляют, фонд страхования вкладов, позволят рассчитаться из Центрального банка МСВ, и, в принципе, фонд выйдет на такую здоровую ситуацию, когда стабилизируется ситуация в банковской системе. Я думаю, что она близка к этому, стабилизация, и полагаю, что в следующем году уже количество отзывов будет намного меньше. И последний вопрос, подводя итоги форума, который вы посетили, можете вы выделить какую-то основную тему, которая была лейтмотивом, наверное, на этом форуме? Ну, впервые, на мой взгляд, председатель правительства Медвежев заявил о том, что необходимо менять модель экономического развития страны. Если наша партия и фракция «Справедливая Россия» всегда говорили о том, что необходимо менять модель экономического развития, что надо стимулировать инвестиционный спрос, инвестиции в экономику, а для этого использовать в том числе ресурсы Центрального банка, более эффективно использовать бюджетную политику, то сейчас это, наконец, поняли и в правительстве, и вот с высокой трибуны Сочинского форума Медведев об этом сказал. Надеемся, что эти слова получат уже подтверждение в реальных действиях правительства и более того, если реальных действий не будет, если действительно мы не поддержим инвестиционные проекты, их много, это и дороги, и железные дороги, это и аэропорты, это, кстати, и импортозамещающие проекты, то у правительства ждет печальная судьба, поскольку сейчас стоит вопрос о судьбе нашего государства, о том, чтобы оно могло отстоять свой суверенитет, выйти на достойный уровень развития, но это можно обеспечить только за счет мощных, объемных и высокоэффективных инвестиций. И в значительной степени я считаю, что надо опираться на опыт советского периода, 30-е годы, а Россия из аграрной страны, из отсталой страны стала одной из ведущих стран мира, проведя мощнейшую модернизацию экономики. Ну и там был отрицательный опыт, ГУЛАГ, да, использовались, скажем так, как людские ресурсы, не всегда законно, но при этом был и положительный опыт, когда задействованы были ресурсы Госбанка СССР для финансирования проектов советского правительства, и это дало свой эффект. Мы сейчас, да, инфляции не было, чем нас пугают либералы, мол, будет инфляция, если мы профинансируем проекты, в тот период цены, наоборот, снижались. Если деньги вкладываются по делу, если они вкладываются в конкретные проекты, дающие эффект, результат, то инфляция не будет, наоборот, она будет снижаться. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.